Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Михаил Романов. И речь в нашей программе сегодня пойдет об организации общественного порядка. Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил, ваше подразделение готово уже к предстоящим праздникам? Да, наше подразделение в целом МВД России Паризанской области на плановой основе готовилось к обеспечению охраны общественного порядка в период проведения праздников, таких как Пасхи Христовой, Дня весны и труда и 71-й годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мы начнем с первого пункта, наверное, да? Со Светлой Пасхи в ночь на... Да, я могу привести несколько цифр вообще по всем праздникам. У нас их будет достаточно много и как бы в этот период основная цель полиции будет заключаться в профилактике правонарушения в местах массового пребывания граждан, как непосредственно в период проведения массовых мероприятий, так и в период вообще выходных и праздничных дней. Вот. Насчет этих цифр. В ночь у нас с 30 апреля на 1 мая состоятся богослужения. В городе Рязани они будут проходить на территориях 35 храмов. Вот. По опыту прошлых лет мы ожидаем присутствия на них до 40 тысяч верующих. На каждой церкви будут дежурить сотрудники полиции. В целом по городу Рязани их количество составит 212 человек. Кроме того, впервые в этом году помогать сотрудникам полиции будут 15 казаков из казачьего общества «Казачий корпус». В ночные мероприятия богослужения плавно перетекут в посещение жителями города мест захоронения усопших. Вот. Это 15 кладбищ, опять же, в черте города Рязани. И, по нашим данным, в мероприятиях примут участие до 30 тысяч человек. На всех кладбищах также будут дежурить сотрудники полиции. Это 68 человек. На подъездах к данным местам будут осуществлять безопасность дорожного движения, дополнительные наряды ДПС. Вот. И здесь хотел бы обратить внимание на то, что у нас несколько будет ограничено движение в сторону Сысоева. Так, от пересечения с улицы Черновицкой и улицы Черновицкой и улицы Щерса до улицы Рязанской будет организовано одностороннее движение. То есть, на выезд из города. С улицы Рязанской в сторону Щерса будет ограничено движение. Там могут ездить только маршрутные транспортные средства. То есть, я хотел бы посоветовать автолюбителям выбирать маршрут следования заранее, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Опять же, 1 мая у нас традиционно на территории города Рязани состоятся праздничные шествия, по завершении которого будут проведены митинги. Они организованы политическими партиями, общественными объединениями. Сбор произойдет на площадь Победы и пойдут они до площади Ленина. Опять же, на пути следования будут опять перекрыты все подъезды, само движение автотранспорта. Поэтому, прошу учитывать это. Это будет происходить где-то с 9 утра. Частично будет перекрыто движение на проезде завраженного и дальше по маршруту следования. Обеспечить охрану общественного порядка на этом мероприятии у нас будут 360 сотрудников полиции. Кроме того, помогать нам будут в этом курсанты Академии ФСИН, курсанты РФМУ МВД России, а также военнослужащие Рязанского территориального гарнизона. Ну и мы приглашаем также оказывать содействие сотрудников ЧОП и членов народных дружин. Ожидаем, что у нас в последние годы это мероприятие достаточно крупное. Я думаю, что тысячи до 50 в этом году будет присутствовать граждан на этом мероприятии. Также хотелось бы отметить, что непосредственно уже в сами майские праздники уже на самом деле мероприятия начались давно, посвященные победе в Великой Отечественной войне. То есть их будет очень много проходить. На территории города порядка 78 массовых мероприятий. И главные, конечно же, пройдут 9 мая. 9 мая по традиции у нас сначала будет проходить торжественное шествие частей подразделения Рязанского территориального гарнизона с площади Победы, который закончится большим концертом на площади Ленина. Ну и вечером концертная программа опять на площади Победы. Еще раз автолюбителей прошу отнестись повнимательнее к этому, потому что движение будет перекрыто достаточно большой промежуток времени. Опять же, выбирать маршрут исследования. На этих мероприятиях у нас с утра мы приблизительно рассчитываем на присутствие до 30 тысяч жителей и гостей города, в том числе там ветераны, дети. И вечером до 10 тысяч человек в концерте будут принимать участие. Охрана общественного порядка с утра будет обеспечивать до 500 сотрудников органов внутренних дел, и вечером около 200 сотрудников органов внутренних дел. И также еще хотел бы отметить, что вечером у нас будет фейерверчный показ в стороне локомотива бывшего. То есть прошу поприсутствовать, посмотреть. Михаил, ну вот если брать практику последних нескольких лет, такие вот эти вот мероприятия, они, как правило, спокойно же у нас проходят относительно? Вы знаете, никаких эксцессов у нас не было, серьезных нарушений общественного порядка у нас допущено не было. Но, тем не менее, мы стремимся максимально эффективно, профессионально обеспечить охрану общественного порядка, чтобы было удобно также жителям и гостям города присутствовать, смотреть, наблюдать, радоваться в эти праздники. И нами уже принимаются конкретные мероприятия. Я хотел бы отметить, что все территории проведения массовых мероприятий будут отцеплены, то есть это будут выставлены металлические парапеты, будут созданы контрольно-пропускные пункты. То есть сотрудниками полиции не будет допускаться пронос стеклянной тары, пронос каких-либо других опасных предметов. Не будут допускаться люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. Будет пресекаться сразу же любое распитие спиртных напитков в общественных местах, особенно на территориях проведения мероприятий. Кроме того, у нас уже сейчас проводится комплекс мер, направленных на обеспечение охраны общественного порядка. Например, у нас будут усилены в праздничный период, увеличено, вернее, количество патрульно-постовых нарядов на улицах города. Их маршруты несения службы будут приближены к местам скопления граждан массового, к местам проведения массовых мероприятий. Будет больше сотрудников в парках, в скверах, на центральных площадях нашего города. Также предприняты нами меры на обеспечение дополнительных мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, то есть это автовокзал, железнодорожный вокзал. Усилены наряды полиции на въезд в город, это стационарные посты ДПС. Совместно с сотрудниками частных охранных структур, членами народных дружин, нам предприняты дополнительные меры по обеспечению сохранности памятников воинской славы. Вот все крупные памятники, посвященные победе... Патриотической атрибутике. Да, да. Все они будут взяты под круглосуточную охрану, чтобы не допускать нанесения каких-то символики и так далее. Чтобы на них не сидели и сосиски не жарили. Ну и это тоже. У нас даже вот в день 9 мая понятно, что люди хотят, например, подойти к вечному огню. Но некоторые там просто сидят, я считаю, что это минимум как некультурно. Ну, в целом мы готовы к обеспечению охраны общественного порядка, к проведению этих мероприятий. И все наши усилия будут направлены на обеспечение безопасности. Михаил, я только могу успехов вам пожелать в вашей работе. Сейчас у вас нелегкий период пошел. Нелегкий период, но я думаю, мы справимся. Я даже уверена, что вы справитесь прекрасно, как и всегда. Конечно. Спасибо большое. Благодарю вас, что пришли к нам в студию. Заходите к нам еще обязательно. И еще раз удачи вам. Обязательно. До свидания. А это была программа «Градские встречи». Мы с вами скоро увидимся. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»